Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Рома, Илья, Дамир, Добутин Кураки. А вещами с подвала, вот, пока нас не закрыли. Ну чё, пацаны, чё обкашливаем? Какие, так сказать, вопросики, темы, как, чё? Я так скажу, сегодня мрази обсуждают мрази, поэтому начнём с первой мрази, это... да. Юрий Хованский. Свободу Хованскому, я, как верный подписчик с 2012 года, болею всей душой. В 2012 году на стриме Андрея Нефёдова пьяный Юрий Хованский. Сыграл на его дудке. А вот и не угадал. Он спел сатирическую песню в саркастичной форме, высказался о теракте в Беслане, по-моему, в Нордовске, где-то так. Подожди, я думал, там клип был какой-то. Парадокс в том, что там даже не видео, там аудиодорожка. То есть он на тот... А, то есть там даже видео не было? Он даже на тот стрим залетел с аудиофайлом и просто спел что-то. То есть на видео было аудиодорожка, да? Подожди, с аудиофайлом, то есть видео там не было. Чего, блядь? Да, безусловно, это было аморально, цинично, неправильно со всех точек зрения, но это не было незаконно. Ему же сейчас вменяют статью о поправдании терроризма и пытаются доказать, что песня была спета в 2018-м. Смотри, насколько я типа читал эту движуху, что пацаны на ютубчике нашли какой-то видос, где он исполняет эту песню. Блядь, ну у него же был аудиофайл. Да. Как? Он за эти 9 лет много раз раскаивался, извинялся за эту песню, ходил в ментовку, жертвовал фонд... В борьбе с коррупцией, да? Не-не-не-не. За это вы его посадили, в принципе, да? Вот, собственно, да. Нет, я же не сказал, что он жертвовал петухам. Он жертвовал фонд помощи... Подожди, как петух может жертвовать петухами, я не понимаю. Он не жертвовал, он жертвовал фонд помощи, жертв терроризм... Это так называемая петушиная магия, как мэджик. Я тебе так скажу, просто, и насколько я наслышал про Хованского, что ему дудь предлагал бесплатно сняться в своем видео, я не знаю в каком. Ему предложили, а он сказал, я бесплатно сниматься не буду. Просто тут вопрос такой, возможно, ему предложили адвокат, но он сказал, я за адвоката платить не буду, пацаны. Вот, и поэтому адвокат ничего не смог доказать, я буду его защищаться. Здесь отдельный респект, конечно, Кузьме, Антохе Власову, Юлику. Они собрали деньги на адвоката и помогали с первого дня. Кстати, очень многие закидают меня камнями за эту точку зрения. Насколько девушка Хованского героиня, смелая и сильная. А что с ней не так? О том речь, что, ну да, ее парня достаточно успешного и богатого видеоблогера посадили. Она не делает ничего сверхъестественного, она не пошла куда-то с плакатами. Просто завела телеграм-канал и освещала эту ситуацию. Хер тебе в рыло, сраный урод! И везде героиня суперсмелая. В чем героизм? Она жертва, но не герой. Подожди, а в чем она жертва? Все подписчики Юрия Хованского знают, он почти в каждом видео об этом заявляет, что даже в гетеросексуальном сексе он предпочитает анал. Ну вот жертва и героиня она в том, что ей, ну если не ежедневно, то по несколько раз в неделю приходится давать в жопу Юрию Хованскому. Мне кажется, он очень зря об этом сказал, потому что, ну прикинь, ты приходишь в тюрьму. А ну, а это, блядь, ну известно. Это отдельная история. Ничего. Это отдельная история. У Юрия Хованского в 2012 году было видео, это один из его первых стендапов, где он рассказывал о своих сексуальных предпочтениях. Одно из его сексуальных предпочтений, или один из его сексуальных опытов заключался в том, что после полового акта он закончил девушке в рот, и после этого они поцеловались, и она передала ему то, что он, короче, ей высыпал в рот, и потом он ей это вернул. Упаси Господь, если сокамерники Юрия Хованского видели этот стендап. Я, как подписчик Юрия Хованского, вообще не желаю ему этого. Как бы я к нему в целом-то позитивно отношусь, ну, типа, в том плане, что, ну, чувак просто занимается своей движухой за бабки, то есть он мог вообще, ну, любой хуйней заниматься, за кого угодно топить, как бы в этом плане, ну, наверное, это, может быть, сейчас не очень уважаемо, но, блин, у Хованского на канале много было оскорбительного контента, то есть в начале карьеры он, типа, там, хейтил ветеранов. Не в начале карьеры, на протяжении всей карьеры. Что сейчас, кстати говоря, тоже, ну, как бы, мягко говоря, неодобряемо и преследуется по закону. Блядь, как его закрыли только сейчас? За пару недель до того, как его посадили, он на одном из стримов говорил, мне, говорит, комфортно жить в России, потому что я здесь могу говорить вообще все, что захочу, и мне за это ничего не сделают. Ну, будет, вот как оказывается, да, все равно, так сказать, да. Попробуйте сказать что-нибудь такое, что, вот, ну, не вызовет хейтинг. Да, пишите в комментариях о том, что вы думаете. Да, на нашем канале, чтобы закрыли нас. Пишите в комментариях к этому видео самые оскорбительные комментарии, которые только могут быть. Не особо знаком с его творчеством, но согласен с предыдущим оратором. Почему его закрыли только сейчас? Человек, который, ну, не уважает ветеранов. Мне кажется, это не то, что мразь, его просто, ну, таких людей надо кастрировать без анестезии. Без наркоза. Как без наркоза? Нет, только не это. Ну, вот здесь, ребят, я бы хотел сказать достаточно серьезную вещь. Это моя искренняя позиция, и вы можете закидать меня камнями. Я считаю, что шутить и говорить ты можешь все, что угодно. Но с тем же Юрием Хованским, Владислав Позняков, очень умной у много у кого, он вызывает бурное жжение анала. И на одном из стримов у Хованского спросили, что вот ты думаешь про Влада Познякова, почему его до сих пор не посадили. Позняков тоже просто высказывает свою позицию. Оскорбительно, не оскорбительно, другой вопрос. Так вот, Хованский сказал, он же, говорит, где-то за рубежом, будь он в России, я бы написал депутатский запрос, чтобы его посадили. Почему Познякова ты бы посадил, а вот то, что посадили, это неправильно. Я же не одобряю и его посадку, и твою. Слушай, ну, в конечном же итоге все равно сейчас вот выйдет Хованский, да, то есть, скорее всего, если его сейчас выпускают из СИЗО, но маловероятность, что его туда вернут. И, скорее всего, будет движ примерно такой же, как был с Давидовичем, кто в курсе. То есть, как бы Давидович такой, типа, он до того, как присел, ну, тоже в СИЗО точно так же, за то, что начал катить бочку там на МВДшников, по-моему. Прошу прощения, до того, как Давидович присел, три тысячи раз. Сесть и пидо, встать, пидо, сесть и пидо, встать. Спасибо, очень важная ремарка. Идея-то в чем? Он же тоже, типа, топил за то, что там Путин наш президент, и то-то все, то есть, он был прям таким ярым патриотом. Но после того, как он вышел, он моментально переобулся. Теперь он каппозиционер. Просто в конечном итоге, я не знаю, ну, может, действительно, это будет связано с тем, что у чувака там откроются глаза на какие-то вещи, просто потому, что он столкнется с какой-то оборотной стороной. Возможно, ну, там, я не знаю, опять же, применительно к Давидовичу, да, и к Хованскому. То есть, возможно, они просто займут более выгодную для себя позицию в СМИ и будут, как бы, решать какую-то движуху, которая будет, там, прикрывать их тылы, так или иначе. Но, в любом случае, скорее всего, полемика будет очень похожа. Помяните мое слово. В отношении Хованского у него не глаза откроются, у него опять рот откроется и, возможно, его опять посадят. Нет, пацаны, я вам точно говорю, что он эмигрирует, потому что, во-первых, после того, как его посадили, где-то через месяц, через два, всплыли объявления на Авито о продажах его двух квартир. Случай Хованского говорит нам о том, что он конкретно кому-то перешел дорогу. Поэтому, скорее всего, будь я на его месте, я бы, наверное, тоже думал об эмиграции, потому что, ну, если его вот так тупо вот притянули за уши и посадили по надуманному поводу, это уже есть о чем задуматься. Я писал письмо Хованскому на зону, и он мне отвечал. Отстань от меня, больной пида! Сука! Там была достаточно забавная шутка, что, ну, я ему просто, как бы, я не писал ему слова поддержки и так далее. Я ему просто написал прикольные новости, которые в мире происходят. Это был, по-моему, август 2021, и тогда ученые открыли, что коронавирус передается вместе с пердежом. И Хованский тогда мне написал, что забавно, типа, ну, маску же на жопу не натянешь, и будет прикольно, если в России сдадут закон о том, что мы теперь анальные пробки должны будем носить. Так вот, чтобы не носить анальные пробки, вакцина это очень важно. Нужно начать с себя... Пожалуйста, можешь то же самое с дагестанским вакцином? Вакцинируйся ты, э, я кому говорю? Иди вакцинируйся! Ученые это образованные ребята. Если бы не вакцина, средняя продолжительность жизни мужчины все еще была бы 35 лет, как буквально лет 200 еще назад. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. А тогда уже вакцина существовала? Тогда как раз таки вакцин еще не было. Вакцина была, коронавируса не было. Нет, я говорю, от коронавируса уже существовала. Коронавируса не существовало. А вакцина была? А откуда ты знаешь? А? Ты что, двухсот лет нечил об этом? Так вот, люди умирали от кори, от оспы. И вот сейчас из-за роста вот этих антиваксерских настроений в последнее время начали возвращаться болезни, которых, казалось бы, победили уже почти 100 лет назад. Такие, как корь и полиамилит. Люди снова начали от них умирать. Знаешь, что меня забавляет в этой ситуации больше всего? Это вот поначалу, когда только появилась первая движуха по вакцинации, был такой хайп, что типа, ну нет, вы что, нас Билл Гейтс, 5G, чипы, это же пиздец. Типа, ну, они будут за нами следить. Вы носите чип 5G с собой в кармане каждый день, и вы за него, блядь, кредит платите. Ёбаный в рот. Ну, если вам хватило купить мозговый айфон в кредит, конечно же, тут как бы мои соболезни. Ну, тогда вам, наверное, можно и не вакцинироваться. Короче, когда вручали золотой мяч, тогда, ну, для всех был очевиден явный фаворит в гонке за золотой мяч. Это нападающий Баварию Роберт Ливандовский. Нет, нет, Роберт Ливандовский. Вот, и у него есть одна глупник. Йосу Акимих. С ним была очень веселая история, как раз-таки связанная с коронавирусом. У них, как бы, с другим футболистом Баварией есть определенная такая социальная движуха. То есть, они постоянно, как бы, жертвуют деньги, куда-то ходят, а что, ну, как бы, продвигают какие-то правильные моральные ценности. И в одном из интервью у него спросили его позицию по поводу коронавируса, по поводу вакцинации. Кимих высказался, он говорит, ну, да, я считаю, что вирус действительно есть, он там, он забирает жизни. Мы вот видим, как у нас на стадионах там не пускают людей. Но я сам не вакцинировался, я вот жду результатов каких-то. Придет какой-нибудь пиздатый чувак, скажет, братан, ставься вообще просто, ты, бля, себя нахуй не узнаешь. Минус 20 лет. Короче, веселье в том, что, как бы, ну, на него сразу накинули все, что, типа, да вот, да ты чё, да хуё моё. Даже Ангела Меркель выступила и сказала, что, типа, Йосу, а чё ты не понимаешь. И в конечном итоге, как бы, в чём, ну, как бы, абсурдность этой ситуации, что Йосу Ахимик заболел коронавирусом в конечном итоге. Чтобы вы понимали, последний случай был у Лукаса Эрнандеса, но новость выглядела примерно так. Лукас Эрнандес заболел коронавирусом, и поэтому он самоизолировался в своей вилле на Мальдивах. Как бы, блядь, ребят, всем бы нахуй так заболеть коронавирусом. Люди годами идут, мечтают о том, чтобы так болеть. Ну да, в принципе, поэтому понятно, что в сезон, когда обострение коронавируса, многие уехали в Турцию, они просто хотели остаться в Турции. Справедливо, логичный ход. Ну, короче, надо вакцинировать. Кто хочет, вакцинируется, кто не хочет, не вакцинируется. У нас свободная страна. Понимаешь, что люди с этой вакцинацией начали стоять за дозой? Я не понял, а вштыривает или нет? Вштыривает. Подождите, вот у меня, вот все говорят про вакцину, мне вот интересно, вообще, какие ощущения там? У нас невакцинированы. Легкий кайф, ты сидишь такой, бля, мне теперь можно в торговый центр зайти. Краткий кайф по вакцинации, буквально. Там нахавчик пробивает, не знаю. Да, потому что можешь его купить наконец-то в магазине как-то, блядь. Отличный законопроект для нашей Госдумы, давайте несем. Пусть все, кто не вакцинирован, носят анальные пробки, для того, чтобы они своим пердежом нас не заражали. Я согласен. Дамы и господа, чуваки и барышни, сучки и джентльмены, хочу вам рассказать о том, что у нас вышел потрясающий клип на песню «Одержимость». Пожалуйста, щелкайте сюда и смотрите. Удаленка, удаленка, удаленочка! Да, ленка! Наконец-то, наконец-то наступил в России рай для сычей. С 1 января вроде как появляется закон или законопроект. Закон об удаленной работе. Закон об удаленной работе. То есть теперь сычи официально существуют как каста, блядь, в России. Это же охуенно! Удаленка. Сильно ли проигрывает обычной классической, там, офисной, заводской или... Что значит проигрывает? Ты что, блин? Подожди, а в чем прикол? Я не понимаю. Некоторые же профессии все равно не могут удаленно... Ну вот, да-да-да-да, вот я как раз то и говорю. О, какие, например? Врач. Пекарь. Скайп. А, ну... Ты по скайпу будешь геморрой лечить? Ну да. Сейчас же есть, знаешь, эти, короче, специальные секс-игрушки, где, типа, хер вот так ездят в анус, короче, телку ебет. И, типа, можно туда палец прикрепить сенсором. Вы тратите какое-то количество часов в день на дорогу и на то, чтобы подготовиться к работе с утра. То есть, ну, вы же, если бы вы работали, допустим, удаленно с 9 утра, вы, ну, проснулись, там, типа, 8.30, кофе заварили, все, пиздец, рабочий день начался. Вот ты говоришь, я встал с утра в 8.30, заварил кофе и, как бы, и готов работать. Вот я, например, стою, я подрочил, например. То есть, там, не знаю, пошел, пошел банан, пошел еще подрочил. А как это не укладывается в полчаса все объяснение? А вот я могу. Просто Роман у нас, видимо, администратор Лефанского. Да, да. Соответственно, как бы, я вообще не понимаю, ну, твоя жизнь превращается просто в рутину какую-то. Вот у меня, например, очень интересная дорога до работы и обратно. Я адепт удаленки с первого дня, как я вышел вообще на самую свою первую работу, вот даже когда я еще был студентом. Именно с этого момента я стал прям жестким адептом удаленки. Я понял, что я сижу в офисе и просто проебываю свое время, откровенно. Именно поэтому, когда я официально устроился на первую работу после института, я регулярно ебал всем мозги, что удаленка это топ, это просто, блядь, это пушка, это вот будущее, все. На меня смотрели как на дебила. Удаленка там, это было ругательное слово. Но спустя примерно год моей ебли мозгов, в итоге я вышел на удаленку. Я к чему это говорю? Если у вас на работе есть начальник, который ебет мозги и не хочет вводить удаленку, вы можете написать мне, за умеренный прайс я устроюсь, примерно через год, ну, хотя бы гибрид. Хотя бы гибрид. Начальник будет ебать вас. Ну да, но я уже уволюсь к этому моменту. На самом деле, вот прикол весь, весь прикол с удаленкой, ну, вот как я себе это представляю, это дает возможность не сидеть дома, блядь, а путешествовать. Да, но проблема в чем? В том, что сейчас никуда, сука, не выйдешь нормально. И вот это вот как бы удаленка превращается в такое, знаешь, типа а-ля заключение. Видите, у нас в стране, мы далеко еще не везде готовы к такому образу. Причем я работаю в такое, как бы я работаю, грубо говоря, в рекламном концерне, да, среди образованных людей с высшим образованием, но даже там требуется личное присутствие. Поэтому да, конечно, безусловно, удаленка это прекрасно, но, увы, далеко не все люди в нашей стране к ней готовы. Оценивайте наше творчество. И напоминаю, самый злой, токсичный и оскорбительный комментарий под этим видео получит 1000 рублей на карту. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok